В этом городе все дышит историей. Старинные деревянные дома, ветхие и невзрачные, на первый взгляд, свидетели событий полуторавековой давности. И поэтому представляют огромную ценность. А есть и целый квартал, в котором не только берегут старые здания, но и строят новоделы. Точные копии существовавших. Когда-то этот район называли Слободкой. Здесь жили самые зажиточные островитяне. Сегодня это музейный комплекс Антон Павлович Чехов и Сахалин. Но самый первый музей, открытый приказом военного губернатора, находился чуть выше – в здании канцелярии. Скелет Китая – это был визитная карточка данного музея. И ввезли его из Корсаковского округа. Ну и здесь установили его на бревнах. Это был довольно большой, на всю длину. Скелет, как и само здание, были уничтожены пожаром в 1905 году. В современный комплекс входят краеведческая и литературные экспозиции, а также типологические постройки, лавка, административное здание, склад, станок. Последнее является уникальное, ведь станки существовали только на Сахалине. В России в 19 веке были почтовые станы. Это место, где можно было остановиться, передохнуть, перекусить, но не переночевать. Станция временного пребывания. А на Сахалине были станки. И они были созданы в основном для гонцов, которые везли к нам почту. То есть они могли отдохнуть, имели охрану и приют в пути. И также на станке была камера для временного содержания беглых. Экспозиции иллюстрируют историю каторги, условия содержания заключенных, виды работ и наказаний. Есть даже фигуры исторических личностей, выполненные испугающей правдоподобностью. А это уже другое здание. Здесь настоящие артефакты, документы и фотографии. В позапрошлом веке Александр Сахалинский был городом храмов. Причем не только православных. Как только собиралась община определенной другой конфессии, они могли подать прошение на имя начальника острова, и им выдавалось разрешение на строительство своего молильного дома. Поэтому у нас был и польский католический костел, и мусульманская мечеть, и литеранская кирха, и еврейский молильный дом. Сегодня музейное дело на островах активно развивается. Весь год сотрудники проводили различные мероприятия, фестивали и конкурсы. Прекрасно выступил Ахинский музей, прекрасно выступил Долинский музей, Невельский музей, выше всяких похвал, Корсаковский музей. Поэтому, мне кажется, сегодня достойное подведение итогов. Год юбилея музейного дела на Сахалине близится к завершению. А вот само дело наоборот. Музейщики полны планов и горячего желания воплотить их в жизнь.